свиную шею стоит нарезать такими вот шайбами примерно по полтора-два сантиметра друзья привет и как вы поняли по превьюшки уже и по названию сегодня я приготовлю свиную шею с ананасами и луком это вкуснейшее блюдо я его попробовал будучи в гостях как-то но провел свои небольшие доработки но это как всегда надеюсь что рецепт этот вам понравится налив айте себе чай или что-то еще там запариваете что вы обычно делаете под ролики и мы начинаем и прежде чем переходить дальнейшим упражнениям с мясом я сначала поставлю заготовку для соуса как вы сейчас видите у себя на экране я взял вот такой вот пакетик маги в данном случае это луковый суп то есть французский луковый суп действия не от других производителей не поищите на полках магазинов обязательно что-нибудь должно быть ну в конце концов таких пакетах есть луковая зажарка можно ее взять я беру пока один пакетик и он предназначен для приготовления 750 миллилитров этого самого супа то есть сначала отправляю все в чашку и хоть по всем законам жанра там написано добавьте 750 миллилитров воды горячей но для супа но суп не не нужен это будет у меня соус я беру пол литра прохладной воды и просто заливаю все это дело 5 полу литрами и даю пока время пусть набухнет настоится тем временем возвращаю мясо раскладываю его так на доске чтоб не было удобно с ним работать и первоначально его посолю поперчу с двух сторон а также по своей прихоти я добавлю еще сухого гранулированного чеснока потом включаю хлопальщика такого немножко прихлопываю специи к мясу переворачиваю и повторяю все те же самые процедуры с другой стороны кусков мяса можно взять и крупно дробленый перец это абсолютно не возбраняется даже наоборот приветствуется я показываю такой самый простой рецепт который в принципе можно сделать каждый может даже подросток следующим этапом я придам корочку всему этому мясу можете если ты сильно торопитесь этого не делать но если обжарите с двух сторон то только придадите дополнительный вкус блюду поэтому я включил свою плиту и хорошо раскаляю масло чтобы обжарить эти куски но пока сковорода у меня разогревается скажу что ананасы нужно взять вот такие вот в собственном соку я взял самые обычные самые недорогие которые присутствуют у нас на рынке вот я дал им стечь чтобы они были более-менее такие сок либо вылите либо выпейте либо примените в каких-то других местах но не добавляйте его к соусу иначе будет переизбыток ананасового вкуса и он будет перебивать в принципе все вместе с ананасами я буду сегодня использовать также зеленое кисленькое яблочко вот я его почистил уже вынул сердцевинку чтобы и нарезаю просто такими недольками даже полукольцами как лук также к соусу я добавлю еще свежего лука потому что который находится там это одно который будет свежий он даст дополнительный аромат хрустящаясь также и тоже полукольцами небольшими я нарезаю и пока масло у меня продолжает раскаляться идет все подготовки там это немножко времени нужно я поставил потому что не на самый сильный огонь и чтобы прогреть масло я беру хмели-сунели одну чайную ложку с горкой хорошо и добавляю в этот соус масло у меня раскалилась хорошо отправляю обжариваться на хорошем жаре с двух сторон мясо а пока начинает свои процессы там все я к соусу добавлю еще свежего чеснока на данный объем я буду использовать два зубчика хмели-сунели покрасила меня немного но ничего страшного то есть натираю на терочке выдавливайте через чеснокодавку нарубите ножом но я хочу именно сделать через терочку теперь уже возьму венчик и все это хорошо размешаю в чашке беру и подсаливаю этот соус поют сколько его попробовал недостаточно соленый соль должна присутствовать также как и добавляю сюда немного молотого перца черного если вы решили приготовить такое для себя и любите острое то добавляйте или хлопья чили или еще какие-то можно шерерачу сюда добавить можно сухую но если не только для себя особенно если дети то будьте осторожнее и думайте о них тоже буду сразу укладывать свою форму которые я буду запихать и поставлю в духовку на 180 градусов без конвенции в чистом виде верхний низ если у вас получилось довести его до такой корочки уже то это хорошо оставляйте вот так и переворачивайте обжаривайте с другой стороны обжаренное мясо с корочкой тут это реакция майяра она всегда вкуснее в готовом блюде будет когда мясо со второй стороны тоже приобрело корочку какую-то начинается самая вот эта вот магия танцы я укладываю вот так вот мясо желательно чтобы она немножко придержу его прокладываю ананас и по бокам вот так положу яблочко яблочко яблоко и тут же вторым слоем прижимаю и так далее буду сейчас обжаривать чередовать ананас яблоком решил пока есть время немного заняться балкологии почему взял именно шею да потому что она просто получится невероятно вкусное я пробовал когда готовили других частей сын нины ну а мясо получается немного жестковатое поскольку мясо было уже проваренное подкопченное лично это мое мнение но оригинальный рецепт который до меня дошел он уже был изменен от оригинального ну вот так вот то есть моя вариация измененного оригинального рецепта и как правильно говорят ребята оригинальный это значит что-то свое то есть я придумал это мой оригинальный рецепт так что истоков не найти все мясо обжарено до румяной корочки положено и между ним проложены ананасы и дольки кислого зеленого яблока теперь я беру лук который нарезал и просто прямо вот так вот измельчая в руках раз чтобы она распалась еще дополнительно отправляю к блюду и духовка у меня уже фактически разогрелась осталось совсем чуть-чуть хотя можно было знаете сейчас таки аромат стоит уже жареного мяса просто хорошо поперчить посолить обжарить прожарить его и скушать дно очень даже не дурственно но вот это блюдо оно такое скажем так праздничное или когда пришло много гостей вы можете сразу большой объем приготовить у меня же сюда вот ушло один килограмм 100 грамм шеи но она была по скидке поскольку моим спонсором являются скидки в наших магазинах беру соус и заливаю его посудину потому что это так немного распределить чтобы она сильно не горела и вы видите у меня получилось фактически все мясо покрыто этим соусом после чего я беру еще две сухие веточки у меня розмарина и ложу просто по бокам во время запекания даст аромат свежего что-то я забыл купить но мне хочется именно здесь чтобы был аромат розмарина теперь по приготовлению духовка разогревается 180-190 градусов вверх-вниз без обдува воздухом и ставится на час посматриваете если вдруг у вас духовка что-то там с придурью как моя допустим мясо не приготовилась дайте еще немного времени чтобы оно такое вот стало может быть даже сверху корочка такая поджаристая получилось поэтому легко не надо никаких условий ничего поставили замерили час поставили таймер допустим и спокойно занимаетесь делами как я все перемой всю посуду вот так вот встречаемся через один час вот час времени прошло выглядит это как-то не очень уж так сказать ярко и супер презентабельно но сейчас я достану куски мяса отдельно на дощечку на досточку вернее и посмотрю как она вообще и вы тоже посмотрите на это волшебство блин ну вот теперь кто-то из соседей что-то там что сверху делает сплошной такой стук стоит вот короче запах шикарнейший сейчас а вот это достаю отряхивают лишнего лука ой какой хороший вот такой вот внешний вид получился ну самого куска мяса кстати если вам какие-то из вкусов будет чересчур выбиваться то в соус можно добавить просто-напросто сметаны тогда будет более такой сливочный вкус такой вот более насыщенный даже не насыщенные более тонкий так что примите к сведению если не понравится прямо в оригинале но я тут с вашего позволения отрежу режется очень легко луковый аромат если кто-то из вас пробовал луковый суп вот здесь вот присутствует этот аромат ну потому что специя такая ну вот этот пакетик маги был на вид сочный достаточно таки сочный кусочек мяса видно но он находится в соусе соус если не хотите все вот лук кушать и еще что-то процедите через сито и пожалуйста можно загустить сделать какой-то другой соус мясо получилось ожидаемо просто фантастически она настолько мягкая не знаю если оставить его еще на полчаса дольше в духовке то потом его можно будет кушать губами если еще минут 45 или 50 оставить то вы получите тушенку но зачем нам тушенка когда мы хотим кушать вот такой великолепный вкусный кусок мяса еще раз покажу на камеру так что вот как-то вот так вот получается самое дорогое это мясо остальное не стоит фактически ничего только затраты вас только трудозатраты вашей и электроэнергия или газ или что какая у вас духовка все все достаточно просто и все гениальное тоже просто как и этот рецепт пользуйтесь отдаю вам во владение не удивляйте своих близких друзей и знакомых не знаю кого вы еще хотите удивить ну а с вами был я дмитрий и мы скоро увидимся опять у меня на канале тут заходите не забывайте там дернуть колокольчик чтобы правильную опцию выбрать получать все уведомления здоровья вам и любви до скорых встреч пока благодарю за внимание